Если его не увлекают классические физические задачи, законы и физические тексты, то мы можем подобрать альтернативные задания. Мои ученики, а именно выпускники, отмечают, что несмотря на то, что они поступили на гуманитарные направления, физика им помогла. Научила работать с огромным объемом информации, который, возможно, им был неинтересен. Но при этом они научились на разных видах текстов работать, выделять главные мысли и, в принципе, получать из информации то, что от них, собственно, требуется. Кроме того, мы можем использовать такой тип заданий, как творческая работа. Это интерпретация того же самого материала, но уже в комфортной для ученика форме. Например, изобразить, например, инфографика. Либо можно использовать такие приемы, как кластеры, интеллекарты. То есть увидеть видение ученика на тот материал, который предлагается. И мы учителя учим не только поглощать знания и информацию, но еще и критически на нее смотреть. И в случае, если у ученика возникла потребность найти материал из иного источника, такого, как у блогера, то он его посмотрит, сравнит с тем, что он получил в школе. И хотелось бы, чтобы у него возникло некоторое противоречие, которое он пытается разрешить либо самостоятельно, найдя третий источник, либо уже обратиться к учителю. Я бы, наверное, пересмотрела систему оценивания. Мне достаточно мало работать с тремя оценками. По факту это 3, 4 и 5. Тем более, когда четверка, она у нас имеет просто невероятный разброс. Мне бы хотелось больше поработать с детьми в плане мотивации, поскольку сегодняшние ребята больше стремятся получить оценку. Я же считаю, что главной мотивацией ученика должна быть не оценка, а именно получить некоторые знания, которые в дальнейшем ему не то чтобы пригодятся в жизни, могут даже жизнь его иногда и спасти.